всем привет меня зовут тося чайкина сегодня я пою для вас и немножко говорю про свои мысли мне 24 года я пою и пишу музыку уже восемь лет пишу для себя и для других артистов иногда для кино или для других каких-то историй мой творческий путь он очень интересный он прекрасный он индивидуальный он очень сложный и очень легкий он состоит из подъемов взлетов падений и это конечно этот путь он меня очень собирает и мне бывает очень сложно и в моменты сложности и у меня возникают всякие проблемы со здоровьем но в основном когда я чувствую что есть какая-то обратная связь я пребываю на верху волны эмоциональной то есть мне очень хорошо я сразу ну это как получить какое-то одобрение я чувствую что я это все делаю не зря то есть для меня важно все-таки ощущать что кто-то вокруг меня что кому-то это нравится и кого-то это вдохновляет да если брать музыку и как со словами так и без слов то мне кажется что может быть за все время тысячи две композиции возможно я думаю что это то количество которое накопилось за 8 лет и меньшая часть из всего этого вышла в свет но периодически мне поступают предложения от всяких компаний которые занимаются именно кино сериалами написать что-то для для кино или для сериалов вот и так случилось сериалом беспринципные так случилось с фильмом цензор но это было давно с фильмом о чем шумит русский лес тоже который я давно с ними работала но вот сейчас что еще сериал водоворот недавно выходил я делала специальную версию песни которая называется песни морю я делала акустическую классную версию меня редко где можно услышать я не столь популярна так сказать и это такие локальные моменты то есть в основном я пою и в основном меня можно услышать именно как артиста то есть включить какую-нибудь стриминговую платформу и послушать именно мои произведения вот но конечно хочется в кино и в сериалах работать больше потому что мне интересно окрашивать картинку аудиально мне это очень нравится у меня это очень быстро получается я знаю что у меня есть к этому талант и прошу пожалуйста можно побольше такой работы и это кстати в период пандемии меня очень сильно спасло вот как раз таки работа с артистами другими и кино финансово это очень меня спасло потому что концертов нет а кушать что-то надо и я прям благодарю всех кто ко мне обратился я стараюсь перед тем как отдать продукт я не продаю гармонию мелодию там текст мне интересно за счет своего продакшена сделать какой-то продукт для артиста то есть возможно как-то чтобы по-другому услышали открыть чисто с его с новой стороны вот так например произошло с дима биланом я написала за вечер аранжировку на следующий там в течение нескольких дней следующих я написала текст отправила ему он такой все я беру и мы потом с егором сесаревым подкрутили синт перезаписали бас ну и он соответственно до свел это все до продюсировал и сделал мастеринг и все как бы песня готова дима записал там свой голос и все то есть я если берусь за кого-то если кто-то ко мне обращается я настаиваю на том чтобы это было мое звучание и мой продакшен но в принципе как бы люди которым нужно это они в принципе идут за этим потому что им нравится все кто обращаются всем нравится атмосфера моя музыкальная и все хотят вот в своем воспроизведении хотят именно вот моего вайба я это делаю вот недавно записала песню для парнишки у которого скоро рождается ребенок он горит мне нужна песня вот посвященная рождению у него я не помню дочка или сын родиться неважно я ему записала и он вообще там разревелся от счастья говорит это так круто вот и просто я вот отдала ему всю аранжировку он запишет вокал и и будет у него песня нет это просто человек да то есть типа и такое бывает с самого детства мама с бабушкой ставили мне классическую музыку и очень часто был включен канал культура а вот это вот все я ходила на всякие классические концерты слушала чайковского рахманинова добюси моцарта играла сборник черни потом когда я стала более осознанном возрасте мне было 11 лет я выиграла в конкурсе mp3 player на сто двадцать восемь мегабайт и у меня там был плейлист на сто двадцать восемь мегабайт как ты понимаешь очень очень маленький плейлист типа там песен двадцать и это был валерий меладзе иностранец что еще было марон фаев дейслав разнообразненько контрастно король и шут какой-то рэп я не помню я уже точно не помню потом у меня появился плеер побольше и там были прям сборники короля и шута там были был хип-хоп айрон бит там двухтысячных годов там бейонсе и джей-зи было еще очень много пинг я очень любила гриндей я слушала очень много в 2006 году у гвен стефани вышел альбом the sweet escape и я увидела обложку и такая мама купи мне этот диск а он стоил типа 250 рублей это было дорого на тот момент и мама мне несколько дней не покупала видимо не знаю почему но в итоге она мне купила этот диск там все так красиво было там вкладышек открываешь там странички с текстами мне вот очень нравилось разная музыка каждому человеку будет только полезно знакомиться с разной музыкой потому что так формируется и развивается воображение в любом случае те же самые король шут ты слушаешь как бы кто-то скажет что это абрыганский рок а я скажу что это круто потому что это сказки самые настоящие которые ты слушаешь и у тебя возникают абсолютно отчетливые образы редко сейчас что слушаю из музыки мне проще делать когда вот у меня чистый лист в последнее время ловлю себя на моменте на таком что я как будто бы консерватор то есть мне очень сложно слушать что-то новое потому что там в основном каких-то топовых плейлистах ну ты слушаешь что такое блине это уже слышал это не интересно я очень как это сказать требовательное что ли мне хочется слышать песню и чтобы меня прямо изнутри всю как в первый раз понимаешь а это на данный момент очень тяжело сделать потому что в основном это четыре аккорда или там три или вообще один и типа ты слушаешь и не торкает вот кстати ваня дорна в подкасте у сереже мизы очень классно сказал про классическую музыку и вообще про детскую музыку потому что сейчас дети танцуют под песни про жопы деньги пуси джуси вот это вот все но чего они получают они снимают тик токи я ничего не имею против тик тока но типа куда это идет вот если это как бы самый впитываемый возраст информационный мне немножко жаль детей потому что типа в моем детстве на хайпе были там гриндей радио хэт там колдплей ты такой это такое все разное прикольное мелодичное вот но я могу казаться бабкой когда я так говорю поэтому ребят простите я иногда бываю бабкой снобом но я не такая я принимаю эту реальность какая она есть и своими возможностями я пытаюсь это изменить во всем мире есть классные артисты которых интересно слушать например шарлот дэй уилсон или сюзанна сэндфор талер за креатор очень интересное звучание тот же самый том йорк джеймс блэйк ну типа есть много артистов которые здесь могут быть не так популярны но они действительно делают огромный вклад их музыку будут слушать через много-много лет вот просто пластиковой музыки много у нас есть артисты я могу их перечислить у меня даже есть целый пост в инстаграме с пачкой классных артистов русскоговорящих которые делают очень здорово то что они делают но у которых есть лицо например сабрина багирова группа люрмеш егор сесарев супер коллекция оркестра аника группа нервы вот сабрина недры супер коллекция оркестра это ли он кушнарова катя пантера magical сироткин шарлотт жена мельковский нервы фича филипп очень классный враг калюжный даня шейк рябина олен оркестра паршута антон севидов теслобой люрмиш бэрэс дереж кошелева кристина и максим свобода ну вот классный список же и все разносторонние все очень классно в живую поют и вообще вещают то есть у этих ребят есть энергия они действительно делают и создают сами то что они преподносит зрителю я за это я за то чтобы таких людей слушала не поколение которое уже выросшие взрослая у которого есть какое-то критическое мышление чтобы типа маленькие люди тоже врубались что это круто в жизни мат я думаю уместно но когда его много ушки вянут вообще мат изначально же это как какой-то эмоциональный пик а сейчас вот так много и я за собой наблюдаю что я могу очень много материться вот меня это напрягает я это замечаю и стараюсь говорить намного меньше и также обильное количество мат это показатель недостатка словарного запаса знаешь как вставить межслов чтобы сформулировать мысль вот я это частая проблема сейчас и грустно тоже то что на каких-то знаешь про видео проектах там не знаю в youtube чеки ты смотришь и там прям как будто бы надо материться чтоб тебя смотрели типа это как какая-то обязательная часть хотя посмотрела интервью антона долина с дудем и он за два с половиной часа сказал одно слово или там что такое но вообще и это такой мед для ушей когда ты слушаешь человека с офигенно поставленной речью он интересно еще разговаривает рассуждает о кино и у тебя просто уши расцветают от такого и я топлю чтобы такого было больше и в песнях мат иногда тоже уместен но но мне кажется его не должно быть так много потому что сейчас мне кажется он как будто бы на первом плане что это знаешь не не как макароны с сыром а сыр с макаронами ну как бы примерно такая пропорция что я думаю насчет образования как мне кажется это абсолютно индивидуальный путь каждого у меня так сложилось что я отучилась в музыкальной школе я закончила 9 классов я поступила в музыкальный колледж на факультет оперного вокала и я к сожалению не закончила этот колледж но не то что к сожалению просто вот так случилось и знаешь я иногда задумываюсь об этом вот спустя сколько семь лет я задумываюсь о том надо было вообще уходить или нет ну то есть как бы иногда меня так что-то берет за душу и я себе говорю что блин а могла бы еще там годочек потерпеть и у тебя бы была корка и в принципе как бы никто не обломался бы но с другой стороны понимаю что все сложилось так как сложилось и путь дальше он очень интересный я думаю что если человек живет каким-то делом что он готов вообще любым способом добиться своей цели стать лучше развиваться в том что ему нравится я думаю что какое-то недополученное образование это не помеха но если говорить о людях которые просто хотят не делать то я не думаю что это какой-то правильный вариант вообще вообще в чем заключается смысл жизни я думаю что смысл оставить за собой что-то классное что может принести пользу другим людям и подарить им какие-то светлые эмоции ощущения и побороть своих внутренних демонов вот я кстати недавно рассчитывала там свою карту я обратилась к астрологу к одному девушка из киева очень приятная фишка в том что она не видит тебя она не знает кто ты она те рассказывает тупо вот опираясь на дату рождения кто ты откуда ты вообще чем занимаешься какие у тебя события происходят и происходили и она мне сказала что есть джойсиш такой календарь и это восточная астрология теперь же несколько видов астрологии и там вот есть то ли раху то ли кету я уже точно не помню и я не профессионал имею право сказать что-то не так короче есть планета которая ну типа планета на самом деле это точка пересечений солнца и луны и эта штука отвечает за внутренних демонов и типа что что тобой управляет и вот мои демоны это мясо она говорит попробуй вот не есть полгода мясо и ты увидишь как вообще твоя жизнь поменяется я пока не пробовала но это очень интересно я считаю что важно каждому человеку помимо каких-то целей быть богатым в плане денег сейчас мне кажется это основная типа я хочу бабки 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 как козловский бабки бабки я считаю что вот должен быть баланс не думать только материальных вещах это очень сильно притупляет вообще все остальные чувства и это делает из тяга кого-то робота а прикольно очень изучить из себя свое нутро свой внутренний мир я считаю что каждому человеку нужно хотя бы для пробы сходить к психологу потому что у всех есть какие-то подводные камни которые мешают течению лица в нужном направлении на что я потратила первые деньги я не помню но я шмот себе купила на деньги там трусы платье какую-то куртку не помню да в основном это шмотки а сейчас так как я стала старше я очень люблю деньги тратить на еду причем ну на хорошую типа дорогую еду я очень люблю тратить деньги на дорогую еду покупать дофига каких-нибудь ягод ну то есть вот у меня были в детстве вопросики там вообще в принципе с материальным миром я хотела все мы не могу мама не могла позволить купить мне все вот и как бы я сейчас как будто бы это возмещаю с психологической точки зрения да мне очень нравится покупать еду мне очень нравится покупать всякие косметические штуки типа там маски всякие соли для ванн вот мне это очень нравится всякие бьюти истории иногда когда я чувствую что что-то износилась одежда я захожу и онлайн заказываю себе прям кучу одежды и большинство одежды я не ношу потому что я стесняюсь тела своего ну короче это очень и очень сложно каждый раз я надеюсь что да я чуть-чуть приведу себя формы буду в этом ходить но я вот только сейчас встаю на этот путь чтобы действительно сбросить лишнее и собственно там не знаю надеть какие-нибудь велосипедки какой-нибудь открытый топ вот потому что это есть но я этим не пользуюсь но я люблю это покупать я стремлюсь к не знаю это может прозвучать очень громко и вы можете подумать ты что-то мать ну я думаю что будет здорово выйти на такой оборот типа я сама пытаюсь с собой договориться ну да типа шаришь у меня диалог внутренний а ты себя позволяешь такую сумму ты ты же этого не достойно нет подожди это слишком много но будет круто если 100 миллионов в день будет выходить и чем больше запросу тем я думаю это все реально просто нужно много работать и на что буду тратить эти деньги я тоже могу ответить я хочу я очень люблю дарить подарки и я хочу там не знаю он захотела там ксюша подарила тачку 50 лямов можно на благотворительность справить классный артист надо ему как-то не знаю дать промо дать денег на что-то вот мне очень хочется делать какие-то за счет денег добрые дела я их и сейчас делаю но типа более какие-то весомые глобальные дела сделать для мира обеспечить вообще охрененную жизнь своей маме чтобы у нее была возможность и чтобы она ни в чем себе не отказывал но я не хочу так говорить я хочу чтобы она все что она хотела вот то у нее и было я хочу как бы с материальной точки зрения у ей в этом вообще помочь она заслужила классную жизнь она заслужила всего того чего она хочет ну и себе буду шмотки покупать продолжать у меня наконец-то наладились отношения с мамой и мы стали ближе после смерти бабушки бабуля вот умерла в конце октября двадцать восьмого и причем странно вот у мамы ее папа мой дедушка и бабушка ее мама ее папа умер в день ее рождения ой в число число 16 он умер января давно в девяносто в втором году а бабушка умерла двадцать восьмого октября но двадцать восьмое это мое число я родилась двадцать восьмого мая короче это очень странно и мы вот с мамой после ухода бабушки стали как-то намного меньше ссориться все стало знаешь таким оголенным честным и я и помогаю как могу я очень рада то что наши отношения как-то поменялись а просто непринятие я не принимала ее она не принимала меня каждая видела какой-то идеальный образ ожидали одного как бы получали другое ожидание как если ты что-то ожидаешь но есть моментик что это может обломаться вот естественно когда ты хочешь там одну маму мама хочет там дочку отличницу которая без татуировок там вся из себя оперная певица естественно как бы есть обида я проработала эту обиду не до конца но я работаю над этим мама она очень сильная женщина и я ей так сказать помогаю в раскрытии женской чакры потому что она очень много работает она очень много отдает людям но для себя она не выработала привычку делать что-то в прикол себе чтобы там не знаю и вот она сейчас вот недавно начала как-то от себя кайфовать и уделять себе больше времени ну и вот обстоятельства так сложились что бабушка ушла папа периодически появлялся но мы с ним начали нормально общаться почти пять лет назад мы на связи он мне такой хороший советчик мы с ним часто созваниваемся по фейстайму он периодически может мне как-то финансово помочь причем я его не прошу обычно там пишет его стенка здрасте вот вам александр витальевич хочет сделать перевод это к его приятно но окей вот мы с ним просто часто созваниваемся но он тоже дофига занятой человек я очень сильно на него похожа потому что вот он взял цель и он идет к ней в классической музыкальной индустрии он большая шишка он крутой и он делает очень много для татарстана в плане развития культуры я его очень сильно за это уважаю он молодец то есть его очень много людей знают и когда кто-то узнает что я его доченьки о май гаш я ваша фанатка и его и ваша о господи но это прикольно и мы смеемся с папой что вот папу прикинь у нас оказывается общие фанаты есть это здорово он главный дирижер татарского симфонического оркестра в казани и он уже десять или больше лет как управляет всем этим но видимся мы к сожалению редко потому что у него гастрольный график супер расписанный и его выловить как-то сложно поэтому видимся да мы редко но я хочу к нему приехать в гости в скором времени прилететь интернет больше всего времени провожу в инстаграме меньше всего времени провожу в тиктоке я там есть да я периодически что-то выкладываю но там же нужно часто что-то постить что-то монтировать мне вот пока что сложно и вот знаешь это новый уровень типа инстаграма что раньше были фотки сделай красивую фотку а сейчас сделай блин красивое видео смонтируй но как бы это тоже круто то что там у молодого поколения которые вот прям именно с этого начали которых особо не интересует инстаграм у которых тикток больше развит это тоже здорово потому что там действительно помимо всяких тупых танцулик есть всякие интересные реальные аккаунты там как человек пишет картину ну то есть там есть разнообразие мне это нравится а больше всего времени я конечно прожил в инстаграме потому что уже привыкли ручки там лазать как-то двигаться и за день я могу простить но вот социальные сети от двух часов до шести часов в день это очень много хейта очень мало раньше обижала раньше могла разреветься сейчас это просто смешно но типа я понимаю конструктивную критику когда человек реально в чем-то разбирается и он может написать причем без желчи типа вот так и так мне не очень понравилось потому что потому что но как-то можно адекватно преподнести а люди обычно которые что-то пишут вот один тоже написал я репостнул девочку я написал лучше бы клип мой посмотрела на твою песню я говорю где ну залезь у меня на странице ну типа как-то вообще чувство так то пока я говорю посмотрела а он снял просто как в поезде едет просто вот дорогу я гринок я посмотрела что дальше он говорит ничего наркоманское у тебя музло обняла люблю целую ну я как бы сразу в блог добавил но это не знаю это очень странно я не понимаю почему люди не догадываются что почему они не ставят там себя на место человека которого они пытаются полить какими-то помоями им же тоже будет скорее всего неприятно от этого ну типа почему они думают что это так просто никаких следов не оставляет хейт это отстой и так дофига всего неприятного происходит в мире всякие ребята которые еще специально создают какие-то аккаунты чтобы еще специально написать чтобы за ну блин чел обрати на себя внимание как-нибудь по креативней я не понимаю зачем это я не понимаю мотив блин у меня столько всего в жизни интересного происходит у меня во первых нет времени я во вторых вот как это может повлиять на человека если у меня есть желание помочь человеку там раскрыться или типа как-то его изменить во первых это должен быть его запрос я это сделаю максимально с любовью мягко и на его языке но тупо писать там ты шлюха или ты не песня какое-то говно но типа что в этом конструктивного что это дает это дает просто какую-то неприятную энергию за зачем это все ну видимо люди этим питаются их там не знаю не научили что это неправильно в детстве то есть для них это наверное было как-то нормально и они наверное ходят там на какую-нибудь работу на нелюбимую делают вид что все классно но на самом деле их вообще ничего не устраивает там их колотит муж но это скорее что-то знаешь вот такие люди основной процент мне кажется это какая-то неблагополучная история какая-то очень грустная жизнь и попытка поднасрать всем кому не лень просто незнакомую человеку ну это ж тупо заходить к человеку которого ты не знаешь и писать ему что-то учить его жизни там говорить тебе так не идет тебе идет другая прическа это что ну это же бред зависимости алкоголь наркотики сигареты были да было очень много пила сейчас я не пью я просто поняла что это вообще супер деструктивно на меня влияет до меня дошло с 500 раза что это прям супер деструктив для меня что-то даже не в моменте а может после когда ты уже как бы там встал через несколько дней у тебя может так накрыть эмоционально вообще никому не советую вот чё еще траву курила очень долго ну как очень долго пару пару тройку лет курила да и все сигареты стараюсь не курить курю заменители вот эти вот типа айкоса гло вот это все конечно да любому человеку поможет психолог даже когда есть ощущение что никаких проблем нет всегда есть какие-то истории которые могут крыться глубоко внутри тебя и ты можешь сам даже этого не знать но там например вот есть такая тема что тебе говорят что тебе с детства там внушили что деньги нужно заработать типа и много денег это прям супер много работы отчасти да но не всегда это может быть всегда просто кличко вошел в чат не всегда всегда это может быть всегда не всегда вот может могут быть просто какие-то основки которые могут мешать жить сейчас и вот у меня например это был вопрос денег что я не могла себе позволить каких-то хороших гонораров потому что я думала что блин день но мне было неудобно потому что я себя обесценивала я обесценивала свой труд сейчас я по-другому к этому отношусь и в принципе психолог помог и помогает мне мне девочка психолог очень классная которая сама очень дофига всего жизни прошла ее знаю больше пяти лет и это просто как два разных человека типа какой она была раньше какая она сейчас два разных человека я и восхищаюсь а не то психолог мне помог раскрыть себя как личность в большей степени психолог помогла мне очень сильно принять историю с абьюзом и отпустить это психология помогла вообще работа с психологом помогли мне перестать обожествлять человека который и вообще все что причиняла мне боль психолог научила меня расставлять свои личные границы работа с психологом позволила мне вот как раз выстроить эти границы и говорить что если мне что-то не нравится я об этом сразу говорю то есть это вообще мне кажется закон ключ успеха всех вообще любую любых форматов отношений заключается в том что люди должны всегда разговаривать потому что когда ты можешь что-то сказать а этот человек как-то по-другому подумает и он может что-то себе надумать что ты попытался его обидеть вот такого быть не должно и очень важно разговаривать и я прям чувствую что будут комментарии она сказала что она употребляла наркотики она очень плохо говорит у нее не связанная речь кстати да травка очень сильно повлияла на это ну типа я стала заторможенной говорить чем в 17 лет и память у меня такая себе но кстати память у меня плохая из-за щитовидной железы у всех же все индивидуально понимаешь кто-то может вообще долбить всю жизнь с пяти лет и ему ничего с этого не будет а кто-то один раз покурит и вот так вообще вскроет и по-другому будет работать психика это ну невозможно приравнивать к чему-то одному какому-то определенному сценарию как это все будет развиваться что будет человек чувствовать у всех все вообще индивидуально вот кто-то может опять же выпить бутылку вина ему ничего с этого не будет он будет себя классно чувствовать а у кого-то это может вызвать там приступ из истерики как у меня у меня просто из ниоткуда возникает истерика ну как бы я поняла что так наверное все таки на сотый раз я пойму что бухло как бы не моя тема потому что это супер деструктивно и для меня и для людей вокруг ну это отстой каким-то физическим изменением я мне пофиг мне опять же я повторюсь я очень толерантна в отношении людей я обожаю лгбт я обожаю разных разных людей я обожаю блин правильно ли будет говорить я обожаю всех людей которые есть на этой планете мне все равно как он выглядит мне очень важно что этот человек делает собственно общение у меня с человеком строится вот из его энергии как он выглядит это вообще не важно в себе я меняла кое-что это были губы я колола себе губы и на себе могу сказать что какие-то вот изменения там есть что-то подколоть изменить вот это вот все это непринятие себя идет и я даже понимаю почему я это сделала это сделала потому что меня очень часто сравнивали с мальчиком а мне хотелось как-то прочувствовать свою женскую энергию и чтобы прочувствовать женскую энергию я пошла и сделал себе свисток женская энергия ну да то есть типа ты создал иллюзию я красивая но все кроется вообще не во внешнем это все внутреннее и я бы не стала этого делать если бы я была наверное постарше и такая меня все устраивает я красивая я люблю человека с которым я нахожусь сейчас этот мужчина он вот меня тоже любит я расцветаю и как бы мне не нужно ничего себе колоть ничего чтобы он как-то меня больше или меньше любил то есть я не знаю как другие люди не буду говорить за других людей но по поводу себя могу сказать что это еще были скулы я один раз себе делала скулы и подбородок ну как бы это все быстро сдулось и это все от неуверенности в себе потому что есть там какие-то навязанные стандарты вот раньше было круто быть худым паблик 40 килограмм вот это вот все типа не жрать не жри ничего ты ешь только воду сегодня вот а сейчас как бы модно тренде быть с большой задницей и там тверкать все это меняется но очень важно вот здесь вот чувствовать в первую очередь себя а дальше не знаю если это в прикол понимаешь одно дело поменять прическу волосы как бы они отрастут а вот я теперь немножко заложник с губами я не могу вернуть себе ту форму губ которая у меня была изначально я могу ввести аппарат который все это рассосет типа всю гиалуроновую кислоту но формы прежней не будет они же растянулись понимаешь и я типа заложник этого потому что там через каждые два года немножко все это асимметрично становится и я наверное вот скоро пойду под колю потому что у меня здесь ямка образовалась понимаешь как это все я и так прекрасно без этого всего я очень хочу искренне чтобы каждый человек прежде чем там будет делать какую-то модификацию в своем теле чтобы сначала он поговорил с психологом и выявил моменты уверен в себе он или нет или это будет просто какая-то не знаю как элемент одежды сопровождать тебя какое-то какое-то время да это будет всегда с собой всегда вот на тебе и ты вот в иллюзии что ты красивый но мы знаем есть очень много женщин которые вот с такими губами ходят и мало и им кажется что это мало что это слишком тонкие губы понимаешь то есть это можно не хило подсесть и у меня вот был такой период когда я первый раз вколола такая что-то как-то мало еще вколола у меня блин были такие они как бы сдулись слава богу но это жесть это жесть потому что теряется чувство меры и ты себя как-то без этого уже как будто бы не воспринимаешь и изначально ты себя не воспринимала раз ты на такое пошел но это я про себя я не буду говорить про других людей мне кажется что это все комплексов от неуверенности и из-за трендов тупо в колю сейчас же модно смотрю один телеграм-канал слежу за новостями но с политикой вообще далека от нее но понимаю что есть там в стране определенные проблемы и очень грустно что эти проблемы действительно какие-то важные они не решаются или должно очень много людей об этом говорить чтобы это что-то двигалось но я рада давайте искать плюсы в этом я рада то что все таки общественность когда поднимает какой-то вопрос когда вызывает резонанс у общественности что-то начинают делать это здорово то есть как бы людей это слышит по факту и это здорово ой блин я вообще сейчас я не знаю во что верю вообще не понимаю вот бабушка ушла и я думаю блин она как бы вообще смотрит или это просто первый такой человек первая серьезная моя потеря первый раз была на похоронах и я честно не понимаю я очень часто думаю о смерти типа чё дальше вот мы умираем и дальше просто темнота и как бы ты превращаешься не знаю в кусок ручейка ты энергия ручья который течет или ты рождаешься в новом теле не понимаю но я понимаю что мы какой-то организм и примерно вот люди схожие там идеями мыслями они магнитится образуются такие кланы я верю что есть что то есть что есть что то есть что есть что необычное и это можно увидеть когда и прочувствовать когда ты там о чем-то подумал и это у тебя появляется очень быстро приходит в твою жизнь наверное что то такое есть и наверное мы кусочки бога это какая-то энергия огромная меня раздражают люди которые обманывают и зарабатывают на этом деньги очень сильно раздражают особенно если они играют в артистов и все такие в образе но на самом деле все за них делают они просто рубят огромные деньги вот дико раздражает это раздражает лицемерие ну наверное к этому и можно отнести вот про то что сказала что типа ты делаешь из себя кого-то не пойми кого чтобы воспользоваться какой-то выгодой раздражает момент когда ты хочешь успокоиться и как-то выдохнуть все эти начинают звонить писать что-то требует от тебя и в такие моменты очень прям можно много материться прям вообще раздражает очень сильно раздражает то что ценности очень сильно изменились ну и чтобы это было не просто раздражением я просто своим участием своими действиями пытаюсь это как-то изменить не супер масштабно но это пока песни про тачки деньги пуси джуси вот это все и причем очень сильно раздражают ребята которые берут трек зарубежного артиста и выдают за свой это смешно это просто так смешно и и потом они зарабатывают какое-то бешеное количество денег мне непонятно это меня это очень сильно раздражает и и все песни типа на на один лад на одни те же аккорды и мы очень часто прикалываемся играет песня и мы просто поем на нее еще несколько которые примерно в одно и то же время вышло и как бы все по аккордам все совпадает по ритму вообще все четко как бы ребятки особо не париться создавая вот такое штампованное это грустно обожаю людей которые горят делом своим которые создают что-то новое привносят в этот мир что-то какой-то глоток свежего воздуха своим делом которые вдохновляют тем что они делают обожаю когда люди свободны в общении что ты можешь спокойно заговорить с любым человеком и он тебе ответит какой-то взаимностью вот улыбчивость обожаю лучезарных людей которым вообще пофиг кто-то и которые со всеми дружат вот я это какой-то мой идеальный мир но я периодически таких людей встречаю их много и хочу чтобы просто их было еще больше ну и обожаю природу хочу чтобы она всегда была здоровой очень хочу те же 10 лет мне 34 года наверное у меня будет двое детей наверное я пару раз точно дам какой-нибудь мировой тур хочу за 10 лет вывести русский рынок на новый уровень я мечтаю об этом и делаю какие-то шаги в эту сторону 2013 года потому что мне тяжело слушать русскую музыку особенно популярную потому что она в основном как бы ничего нового и мне хочется чтобы в россии музыка была не только для россии а для всего мира мне очень нравится как делают украинские музыканты в украине с этим все намного проще в плане они не стараются делать все таки фирмово да там есть какие-то поп исполнители но тот уровень музыки который есть сейчас в украине это очень высокий уровень и этих артистов там не знаю зовут за границу выступать это здорово то есть это тоже такая некая музыкальная лаборатория где ты можешь себе позволить экспериментировать и быть в топе в россии с этим сложно в россии нужно обязательно два притопа три прихлопа и какую-нибудь запоминающуюся повторяющуюся мелодию я пытаюсь сделать найти вот эту формулу поп-песни но чтобы это звучало не как все вот что играет чтобы это звучало и прикольно и интересно вот то есть можно сделать просто простую песню но можно сделать ее интересно чтобы они состояла из штампов каких-то обычных звуков которые используют там типа в девяти из десяти случаев вот я очень хочу чтобы через десять лет качество музыки выросла в россии чтобы люди в нашей стране научились выкупать что фальшь и обман а что настоящая чтобы их внимание было направлено на что-то настоящее и классное а я буду всячески через десять лет этому способствовать и вот так вот раздавать деньги артистам у которых есть лицо которые действительно делают с любовью сами которые вкладывают душу вот я думаю что так будет но блин ну блин ну просто мне так больно что все таки дофига артистов даже с которыми разговаривали такие ну да ну типа у нас происходит в индустрии ну и чё с этим сделать да сука просто вся сделай что-то интересное хватит типа подбиваться под какие-то тренды делать как у кого-то у нас как бы такой принцип о у этого трек зашел за хайпил я сделаю так же ну хорош ну реально ну вы кто вы фабрика по копированию или эти артисты из ближайших релизов я не знаю я думаю к 25-летию к 28 мая хочу записать альбом и выложить его это мой план кстати вот песня которую я сегодня исполняла дорога домой я написала за 8 часов мне понадобилась целая ночь я же обновила студию я теперь не только в айфоне делаю но я у меня есть дома студия синтезатор гитара микрофон все мне больше ничего не надо и я собрала этот трек с нуля за 8 часов потому что поняла что надо в этом месяце сделать релиз и не профукать этот месяц я должна была сделать это в марте выложить но не успела и поэтому 2 апреля это все вышло трек вообще заценили все трек очень всем понравился он попал в десятку лучших трек это понимаешь типа уже 2 апреля прошло и я щас просто визуализирую трек залетел трек пушка трек всем понравился он вообще занял супер первые строчки в чартах клип взяли на телик на разные всякие каналы и планировали на премиум уставу это была шутка я не знаю вот но мне хочется сделать просто последние там полгода я выпускаю синглы по одной песне мне хочется просто сделать что-то побольше чем одна песня либо там 34 выпустить либо что-нибудь побольше там типа 7 10 треков самое главное в жизни это беречь себя относиться с уважением к себе и к окружающим делать с любовью то что делаешь в рамках разумного естественно без всякого насилия и так далее делать с любовью созидать бережно для себя и для окружающей среды вдохновлять найти вот свое место и совершенствоваться максимально обогащать свой внутренний мир ходить в театры в музеи читать книжки слушать музыку ходить не знаю на йогу делать спортик правильно кушать вот я про это